господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного рассматриваем жития святых во свете библии чтобы на все смотреть открытым оком вопрос 2047 после вступления в монахи от решения от мира не все же могли выдержать строгие нормы поведения что делали с нарушителями устава ответ в монастырях были не просто нарушения устава а злостные и коварные жители пострижение это не рождение свыше а потому туда люди приходили совсем накопленным багажом и там это все проявлялось матфея 1234 порождение ехиднины как вы можете говорить доброе будущее злы ибо от избытка сердца говорят уста алипий печерский 17 августа был еще некоторые из того же города киева муж благочестивый сей построил церковь и пожелал иметь семь больших икон для украшения церкви сей муж отдал серебро вместе с досками предназначенным для начертания икон двум монахам монастыря печерского знакомым ему попросил их посоветоваться со святым алипием относительно написания икон но монахи ничего не сказали алипия серебро присвоили себе спустя некоторое время тот муж послал спросить монахов написаны ли иконы его они отвечали что алипий требует еще серебра потом снова взять серебро присланы от мужа того присвоили его себе затем дойдя до кранего бесстыдства си два монаха снова послали сказать тому мужу клевеща на святого что алипий требует еще столько же серебра сколько получил христолюбивый муж отдал серебро и в третий раз сказал я весьма желаю получить молитву и благословение отдела рук его святой жили пи ничего не знал о том что делали монахи наконец муж тот послал еще раз узнать точно не написано ли уже иконы монахи же те не знаю что ответить сказали что алипий взял все серебро трижды послана но икон писать не хочет тогда христолюбивый муж тот прибыл монастырь печерский вместе со своей дружиною отправился к игумену никону рассказал им о причине печали нанесенное ему якобы алипием игумен позав алипия сказал ему для чего ты брат наносишь такую обиду сиву сыну нашему который весьма упрашивал тебя написать иконы и дал тебе серебра сколько ты просил но ты взяв так много серебра и дам обещание написать иконы не написал их хотя в иных случаях писал иконы без всякой платы блаженный же алипий отвечал на это счастный отец ты хорошо знаешь что никогда не выказывал лености в деле этом но сейчас я совершенно не понимаю о чем ты говоришь тогда и кумен снова сказал ему ты взял тройную цену за написание семи икон но до сих пор то ты не написал их и точно желая обличить святого приказал принести доски предназначены для написания икон а доски те за день перед этим видели стоявшими в одном из монастырских строений и на них не было ничего изображено игумен приказал также позвать и тех монахов через посредство которых он и муж передавал серебро святому дабы сие монахи обличили алипия посланные за досками нашли их весьма искусно расписанными и принесли их к игумену увидав сие все бывшие там все весьма удивились и впали великий страх потом с трепетом полениц на землю поклонились тем образам созданным не рукой человека именно образу господню образу пресвятой богородицы и прочим образам святых божиих потом пришли те два монаха которые клеветали алипия не ведая ничего с тем чуде они вступили в привлекание со святым говоря вот ты ж взял тройную цену то икон писать не хочешь услыхав эти слова все бывшие там показали тем монахом иконы рассказал вот эти иконы написано самим богом удостоверяет невинность алипия монахи же те увидя иконы пришли в ужас а столь великого чуда они точно же были обречены игуменом воровстве и лжи и были изгнаны из монастыря и лишены всего имущества своего но сие монахи не прекратили злобы своей они стали распространять в городе хулуна преподобного алипия утверждая будто бы они сами написали те иконы начальник же наш говорили они не желая вознаградить нас за труд то дабы отстранить нас от работы солгал относительно икон то что будто бы они написаны самим богом восхотевшим оправдать алипия услыхав такие речи многие граждане пошли из города в монастырь дабы видите иконы и поклониться им однако многие из граждан поверили тем монахам оклеветавшим преподобного алипия поисий великий 12 июня среди учеников преподобного поисия был некий старец который был имел совершенно мирские обычаи и нравы и когда иноки для наставления приходили к преподобному и слушали его водухновенные слова то слушал с ними и старец тот но польза от этого он никакой не получал ибо не имел в себе хорошо возделанной и влажной почвы но сердце его было как камень ожесточено и потому доброе семя божественный бесед не могло в нем укоренить и прозябнуть по временам он даже поносил слова святого ибо отойдя от лица преподобного старец тот перед другими братьями когда позволял себе и ругаться над беседами святого поисия говоря при этом одну только растлевающую хульную ложь как и подобает людям мерзким и нечестивым и некоторые иноки соблазнялись хулениями слышанным от него вот я что считаю слой боже мне оно близко потому что эти стихи по мне прошлись вот это я считаю против меня вот так попы и монахи поступают непрерывно распространяют ложь они житьям не верят ничего нет просто прилепились церкви хрохоборы по прошествии довольно продолжительного времени братья не желая более слышать развращающих слов его но и не смея сами поведать о том святому отцу отправились к некому боголюбивому добродетельному подвижнику жалуясь на того зла на равного старца тогда подвижник этот отправился вместе с ними к великому поисию в то время когда святой наедине упражнялся богомысли послышался ангельский голос да известно тебе будет отец что старец тот который находится вместе с твоими учениками производит соблазны и совращает других братьев и так нужно присядь бесчинно его обычай исправить его при помощи заповедей на сей голос святой поисий ответил давно бы сделала то если бы знал что могу исправить его но так как дьявол готов погубить его я являюсь заманивает его своим коварством то сеть свою то поэтому я не могу сказать ему что-либо жесткого да он не принял слово моё с горечью не счел его до себя обидным ведь в этом случае может выйти из среды братья из пустыни и снова пойти в мир тогда я окажусь виновником его погибель и буду повинен перед богом так как не мог потерпеть брата обуреваемого врагом нужно же молиться о нем да исцелить его господь от такого недуга сказав это он начал молиться о старце том и точно же увидел хульного и бесстыдного духа исходящего из старца потом с тем боголюбивым подвижником пришли братья к отцу но прежде чем стали рассказывать обещанным старце пришел и он слетым и припав к ногам святого отца стал слезами омывать их каясь и прося прощения и обещая исправить свою жизнь после этого он стал кротким и послушливым он с радостью слушал богу вдохновенные беседы исходящие а из уст преподобного отца и всячески старался исполнить на деле то что воспринимал из его поучений и вскоре он многих превзошел в добродетели и стал опытом отшельником и все это при помощи по молитвам святого паисия и спросившего ему у бога великую милость вопрос 2048 чем может сегодня объяснить что такие умные люди образованнейшие представители своего времени не служили богу в миру или это позднейшее добавление к их биографии что они шли в горы в монахи ответ на этот вопрос трудно ответить потому что документов о том времени уже не добыть да и документы то все побывали в руках этих монахов а они искусственно подделывали как хотели что хотели этим пользовались всегда тех кто чтил в первую очередь не бога не славу и иегове искал а честь друг от друга и был социальный конфессиональный заказ на биографию и они переписывали такие биографии жития на свою колодку так даже иоанна кронштадтского католики называли своим латинянином что иоанн категорически отрицал и святых еретики выдавали за своих чтобы их авторитетом сломить непокорных и во времена апостолов были поддельные подписи под еретическими посланиями что павел и разоблачил 2 фестовикистам 2.2 не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа ни от слова ни от послания как бы нами посланного будто уже наступает день христов и не делать ли нам зло чтобы вышло добро как некоторые злословят нас и говорят будто мы так учим праведным суд на таковых ринаном 7.8 так что может быть все жития в этом плане где говорится о знающих путь спасения что они были монахи то весьма сомнительны а может и были они иноками значит это по ветре эта заноза сидела глубже чем любовь к богу по слову его святому и неизменному и сидор пилосиоцкий 4 февраля он происходил от благородных и благочестивых родителей и был родственником феофил архиепископу александрийскому и святому кириллу преемнику феофила с успехом изучив светские науки и навыкнув в божественной премудрости и сидор пожелал посвятить себя на служение богу еще в молодых летах он оставил славу мира сего и богатство и презирая знатность своего происхождения и все посчитая как бы за прах ушел в гору пилосиоцкую там приня выночество он проводил строгую подвижническую жизнь духовной мудрости строгой жизни сидора собрали к нему многих ревнителей благочестия которым он избран был сам настоятеля и пресвитера строгими подвигами и высокой образованностью преподобные сидор приобрел себе такое уважение что не только епископы вельможины и сам императоры патриархи александрийские обращались к нему за советами и наставлениями и он у всех был в большом уважении левки 20 июня как мальчик остроумный все усваивающий быстро и без особенных усилий и в тропе с помощью божий настолько успел в книжном учении что превзошел в этом отношении многих притом он был кроток преисполнен смирения и послушания всем жившим монастырем служил с усердием и любили все любили и в тропе одни за его добронравие послушания другие за его книжу насчитанность и знания даровано ему духом святым блаженный игумен никита приставился ко господу когда и в тропе было еще только 17 лет несмотря на это братья посоветовавшись между собою просили юношу еще не постриженого выночества быть их игуменом вопрос 2049 кто больше всего не согласен с вашими высказываниями в адрес монашества ответ даже смешно и говорить да какой же это вопрос конечно же не согласны те кто уже принял монашество или склонен был к ним лещи то родственники туда впали или человек не знает христа и его учения по аналогии о масонстве кого бы не встретил кто не верит что протокол это не выдумка то обязательно выявляется что это или еврей или полукровка еврейская и обязательно или склонен к католичеству или имеет подпитку от еврейских кругов как от ивенезер я не против монашества сколько раз говорю а за монашество но не в этом их застывшем виде царстве смерти и унылости понятно что женатый увяз в заботах и скорбях его можно только жалеть первое коринфянам 7 28 впрочем если женишься не согрешишь если вы девица выйдет замуж не согрешит но таковые будут иметь скорби по плоти а мне вас жаль но нельзя связывать никакими обетами пожизненными но трудиться одному этой по писанию и по совести не вынес одиночество значит использую запасной вариант тогда хомут семейной жизни пример семья то тоже не сахар 1 коринфянам 7 29 я вам сказываю братья время же коротко так что имеющие жен должны быть как не имеющие 1 коринфянам 7 8 безбрачным же и вдовом говорю хорошо им оставаться как я придумали сидеть в одиночной келье всю жизнь другое дело если бы это было для научения года на два теоретики говорили что человек это стадное животное и наказание одиночной камеры считается сильным наказанием придумали монахи для себя мученичество без крови самоистязание но на это нет даже намеков библии все это выдумка от того что своими силами решили угодить богу не покорившись его праведности риммам 10 24 ибо свидетельствую им что имеет ревность по боге но не по рассуждению ибо не разумея праведности божией и усиливаясь поставить собственную праведность они покорились праведности божией вопрос 2050 если господь глядя на свое творение то есть мир в котором мы живем сказал хорошо то кому уподобляется отвергающее пребывание в мире чем они могли это оправдать ответ оправдание было частично только у тех кто писал щи труды дошли до людей им не трудно было сравнивать себя с апостолами которые тоже писали но не на один день апостолы не скрылись от этого мира здесь же сумели отмежевать себя от слов христа а захвастки миру и все уткнули в свое внутреннее это тоже есть еретический ветер сторону признания во христе только божества кажется вот как они высоко думают о христе боге но такое учение признан ересью подобное отклонение было и монашестве они царство христа вас желали увидеть в себе сегодня же но образ этого царства ими был оконтурен очень уж костлявой нежизненной рукой монашествующих евнухов они намертво отвергли этот мир отвергли женщин мать жену дочь детей они все что говорится о царстве небесном применили преждевременно к нерожденному и стали требовать исполнения всего закона принесения плодов от нерожденного самом прямом смысле монашество выродилась во враждебный замысл христа класс погубила подлинное христианство плоды монашества это невозрожденная россия ее гибель но они продолжают мертвой рукой хватать за все живое и сегодня если она не женою погибли за утаенное из лично своего имения то что ожидает тех кто полностью зарыл свой божий талант и других так научил они же уже сотни раз должны были быть убиты этим богом через апостола петра матфея 5 19 и так кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей тот малейшим наречется в царстве небесном а кто сотворит и научит тот великим наречется в царстве небесном царствием божьим называется здесь суть божий исидор пилосиотский 4 февраля историк никифор свидетельство о добродетельной жизни исидора говорит божественный исидор от юности своей столь много пролил пота в иночинских трудах и так умершлял плоть свою согревая душу таинственными высокими учениями что всем казался ведущим в полном совершенстве образ жизни ведущим знающим он был живым и одушевленным столпом млиноченских уставов и божественного видения и как бы самым высшим образцом теплейшего подражания и учения духовного исидор написал множество различных полезных наставлений после него осталось до десяти тысяч посланий к различным лицам исполненных божественной благодати и мудрости человеческой в который он изъясняет божественное писание исправляет нравы в людях вопрос 2051 что более всего вас удивляет причине житий святых что вы вообще не приемлете в них ответ совершенно не могу воспринять то что идет явно вопреки слова божия и в первую очередь это их удаление от бога но под прикрытием что все они это делают во имя бога и ради бога идут вопреки прямых указаний христа идти в мир и благовествовать и тут же размашисто так это ради бога и трудов ради него какое-то издевательство над прямым смыслом и над словами христа марка 16 15 и сказал им идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари 16 кто будет веровать креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет у верующих же будут сопровождать сии знамения именем моим будут изгонять бесов будут говорить новыми языками будут брать змей и если что смертоносное выпить не повредит им возложат руки на больных и они будут здоровы и так господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесну и бога а они пошли проповедовали везде при господнем содействии и подкрепление слова последующими знамениями аминь монаши своих уставы это абсолютно новое не евангельское учение самосовершенствование самоуглубление в отрешенности чем занимались циники и при том этим занимались все абсолютно все кто народился после апостолов и особенно это сильно взыграло и расплодилось четвертых пятых веках и имеет 35 15 я послал к вам всех рабов моих пророков посылал с раннего утра и говорил обратитесь каждое злого пути своего исправьте поведение ваше и не ходите во след иных богов чтобы служить им и будете жить на этой земле которую я дал вам я сам вашим но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня эфиме великий 20 января вместе с тем ему поручено было хотя и он и не хотел начальствования и попечения монастыря находившийся в том городе так как он с детства весьма возлюбил иночество безмолвие ну дома бы как он возлюбил иночество безмолвие там родители разговаривают значит это проказа зараза монашество все пропитала и все на это смотрели именно так как он с детства уже думал молчать научиться и уйти из мира все а дальше мы видим какие они люди там оставались то посему преподобные теме часто прибывал монастыре святого мученика полиепта отстоявшему некоторым отдаление от города в одни святой четыре десятницы он удалялся в одну пустынную гору и там предавался безмолвие среди подвигов и трудов известных единому богу сознавая же что настоятельство и управление монастырей препятствует его безмолвию вместе с тем избегая славы человеческой преподобный на двадцатом году своей жизни тайно ушел в иерусалим поклонившись честному кресту и гробу христову и прочим святым местам он посетил святых отцов живших в окрестной пустыне и рассмотрев житие и добродетель каждого почтился подражание им потом он пришел в лавру фаранскую отстоявшую от святого града в расстоянии шести поприщ и нашедший в ней монастыря одну пустую келью в уединенном месте поселился в ней не имея совсем ничего обучившись плетению корзин он питался от труда рук своих и так освободившись от вечной жизни земной от всякой земной заботы он имел лишь одно попечение как угодить богу от всякой земной заботы освободился филипп митрополит 9 января много раз от некоторых из иноков ему приходилось принимать оскорбления и даже побои но никогда не гневался и с радостью и смиренно мудренно переносил все и никто не знал кто он и откуда так искусившись в терпении федор просил игумена постричь его в линочество он был пострижен в линочество с имени филиппа феодосий черниковский 5 февраля он из ходатайсова у гетмана малороссия это укрепление земли в разных урочищах и позволение у царя через каждые пять лет присылать в москву своих чернецов для сбора подаяния и испрошения царской милости что они получали в щедрых размерах ревностно исполняя обязанности иноческого звания он служил для инока высоким примером строгой подвижнической жизни привлекая в свою обитель множество ищущих спасения в то же время желая еще более внедрить в иноках дух истинного подвижничества святитель устроил на монастырской земле небольшой скит для тех из братьев которые искали полного уединения и суровых аскетических подвигов хотя вслед за тем по слову спасителя иоанна 16 33 в мире будете иметь скорбь но мужайтесь я победил мир святой феодосий всеверный делатель вертограда христова из-за клеветы и зависти человеческой претерпел много несправедливых огорчений и скорбей сразу же по вступлению в свои обязанности он вошел гетману малороссии мазепи с представлением что елецкая обитель скудна запасами хлебными и особенно дровами так что жить с братью и трудно а помочь нечем так как во владении архимандрии мало подданных и мазепа вообще не отличавшийся щедростью по отношению к духовным лицам и обителям исполнил прозви святого феодосия из особенного уважения к нему и отдал во владение монастырю село мощенку также и других обладавших достатками уважения к феодосию побуждала благотворить елецкому монастырю таким образом при святом феодосии в продолжении двух-трех лет елецкая обитель достигла благосостояния вполне обеспечивавшего ее существование симон еродивый симеон 21 июля а они упавших ногами его молили его со слезами чтобы он безотлагательно постриг их и облег в святой щин после того старец желая их испытать взял отдельно и она и говорит ему я уже убедил твоего друга чтобы он еще на год остался в миру если ему угодно возразил и он пусть остается я же не в состоянии так долго ожидать пострижения но умоляю тебя отче точно совершить надо мной и то чего ждет жаждет душа моя опять же говорит и солгал то знать еще не знает симеон же видя их отдельно беседующих сказал старцу немедленно очень слушай доводы и она трепещет за него у меня сердце что затужит у нас супруги своей с которой в нынешнем году сочетался браком богатые прекрасны и ради нее да не уклонится от любви к богу значит с прекрасной с богатой жить помогать другим это уклониться от любви к богу вот такое понятие монашеское и он также обратился к старцу со слезами очень он был склонен к слезам молю тебя отче немедленно постригни нас чтобы не погубить дорогого мне брата у него мать которая так сильно любит его что не может жить и не видя его и боюсь за него чтобы вспомнила любви к нему матери не отшатнулся от любви к богу и так не перестану печалываться пока не увижу его постриженным вот эти вот слова он говорит и умен ты это слышит но если слышит то почему же ничего дальше не говорит легко можно было тут понять что необходимо вмешаться и сказать что ты понимаешь неправильно это можно было сказать так и все это маленько проскочил то есть это задел то есть не же тут она куда делась то они намертво отвергли этот мир отвергли женщин мать жену дочь детей так все же я такой это если должно перестал множество наставления так это уже мы прошли ничего удивляет причтение и задел только чуть-чуть при господнем содействии пророков посылал с раннего утра вот вам пример вора даже ничего не делал это вот они нашел их вроде бы с этими же словами стали же виде и взаимную заботу друг о друге и по опыту знаешь что бог не постыжает не отвергает прибегающих к нему сею душою и твердой веры немедля более вел их в церковь и постриг в начальный иноческий образ когда же совершалось их пострижение и он сильно плакал а симеон тайно толкал его давая знать чтобы он молчал он думал что тот плачет об отце и жене своей но тот связывал слезы от горячей сердечной любви к богу после пострижения и по совершению святой литургии игумен опять простер к ним продолжительное поучительное слово ведая своим прозорливым духом что недолго пробудут они в его монастыре так как бог призовет их на еще более совершенное житие тот день пришелся в субботу и хотел игумен на утро воскресенья возложить на них совершенный совершенный чин ангельского образа и стали говорить некоторые из братья ну и семёну блаженны вы потому что наутро возродитесь и будете чисты как бы только что родились вы очиститесь от ваших грехов как будто только в этот день получили крещение и откуда это взяли что в монашеси при пострижении прощаются грехи это вообще нигде нет это выдумка бред просто это противление слову божию и хотя не понимая того что говорили им изумились и ужаснулись и придя к святому игумену и субботу вечером молили вот такими словами не крести нас очень потому что мы христиане и дети христианских родителей вновь рожденные погружением святого крещения игумен же не понимая словах спасил кто вас хочет крестить его дети они отвечали слышали от братья что на утро будем крещены тогда игумен поняв что братья говорили им о святом ангельском образе сказал хорошо объяснили вам отцы потому что наутро хотим облечь вас в совершенный чин ангельского образа который освободит вас от всех сделанных вами в мире при грешении подобно второму крещению ничего подобного библия не знает это выдумка бред монашеский это просто как говорят люди неверующие и анжи и симеон не знали что такое совершенный чин ангельского образа и приказал игумен позвать брата которого в прошлую неделю посвятил в тот совершенный чин чему еще не исполнилось семь дней так что брат носил постоянно по уставу монастырскому все одеяние святого чина когда этот брат пришел я на симеон увидел его припали к ногам игумена и молили чтобы он тот час же еще вечером облег их в этот чин мы люди говорили они не знаем проживем ли мы эту ночь и увидим ли утро и вдруг отойдем от этой жизни не получив такого венца радости и славы в какой видим этого брата слава иисусу христу вопрос 2052